Начнем. Вопрос от Александра. У меня сегодня идет 24 день голодания. Опыт голодания длительный. Голодал несколько раз по 9 дней. Голодал один раз в 23 дня. Цель моего голодания, нынешнего голодания, избавиться от практически непрекращающейся изжоги за последний год. У меня к вам два вопроса. Первый. Когда прекращать голодание, если на протяжении всего голодания не исчезает изжога? Второй. На следующий день совсем не могу пить питьевую воду. А, на сегодняшний день совсем не могу пить питьевую воду. Доходит до тошноты. Выпиваю 1-1,5 литра. Понимаю, что мало что делать. Так. Начнем с самого первого. Изжога. Изжога. У меня, кстати, была изжога. Изжога есть не что иное, как употребление продуктом, содержащих чрезмерное количество огненной-тепловой энергии. От этого у людей, у которых особенно в индивидуальной конституции выражено особенность огня, то есть жизненный принцип желчи, мощный, сильный, то употребление продуктов, которые прошли термическую обработку, особенно красного цвета, вызывает чувство изжоги. Например, от помидор красный цвет изжоги не бывает, но от поджарки из помидор она сразу же возникает. Более того, она даже действует на поджелудочную железу, вызывая ее воспаление. На сахар, казалось бы, сахар у меня, допустим, все нормально. На мед он имеет теплые свойства желтоватого цвета. Как правило, один день, второй день, а на третий, четвертый, если так более-менее хорошенько приложусь, обязательно будет изжога. Поэтому я исключил в первую очередь продукты, которые ее вызывают. И все это, естественно, уходит. Но если вновь я начну употреблять что-то чрезмерно, допустим, кислое, острое, жгучее, эти вот различные приправы, кетчуп, соусы и так далее, если человек, особенно на них, налегает, то все, она вернется, и с ней бесполезно бороться какими-то мерами, как они говорят, там, что-то там приняло, там, затушило вас, а потом она опять возникает. В первую очередь возьмите дневничок, введите, что вы съели, и как вы потом через буквально-таки час-полтора, вы себя чувствуете. Нормально, нормально, продукт подходит, чтобы вы выяснили, на какие продукты у вас идет реакция в виде изжоги. Выяснил это, вы их просто-напросто сократите, и у вас все будет нормально. То есть это делается именно так. Это не болезнь, а просто у ряда людей, имеющих чрезмерно выраженный жизненный принцип желчи, просто происходит вот так вот, на эти продукты, содержащие повышенное количество теплотворной-огненной энергии. Ясно. А вот дальше не ясно. Когда превращать в голодание, если на протяжении всего голодания, не исчезает изжога. Вы знаете, голодание, тем более, вот он голодает. У меня сегодня идет 24-й день голодания. Если у вас во время голодания, тем более всего срока, тем более 24-х дней происходит вот такое непонятное чувство, как изжога, то... Да, тут надо немножечко определиться, что такое изжога. Изжога – это вот жжет в районе, в районе дубовни, говорит, вот желудка, где-то даже немножко пищевода. Ну, в основном, желудок. Неприятно такое ощущение, видимо, жжение, такая специфическая боль, чтобы было понятно, что там происходит. То есть, если не проходит изжога, это говорит о том, что идет почему-то заброс желчи в желудок и со всеми соответствующими, вытекающими отсюда явлениями. Вот. Во время голодания идет уравновешивание всего, приведение организма в гармонию. И в нормальном, в нормальном, будем говорить, состоянии этого не может быть. Но когда это происходит, это говорит о том, что что-то у вас идет неправильно. Я бы, я бы, в первую очередь, значит, идет какая-то здесь блокировка, которая не дает желчи, желчи вообще во время голодания должна нормально поступать в двенадцатиперстную кишку и дальше пошла-пошла по тонкому кишечнику. То есть, она накапливается и периодически вызывает позывы на опорожнение. Это во время голода. Вот. Если такого нет, то она почему-то не идет вниз, а идет вверх и вызывает у вас изжогу, это говорит о том, что здесь имеется какая-то блокировка в двенадцатиперстной кишке, которая не позволяет желчи идти естественным путем вниз, а ее идет заброс вверх. Я бы здесь, я бы здесь, в первую очередь, смотрите, от чего это может быть? Это может быть из-за того, что были какие-то мощные переживания, мощные раздражения, которые вот как раз оставили здесь такую блокировку. Я бы подышал, вернее, выполнил методику очищения полевой формы жизни. Она, когда ее делаешь, обнаруживает сама эти пробки и вам сразу стоит ясно, а тут у вас непонятно, что происходит. Вот. То есть, если это аналитическое, либо же, либо же, это уже какое-то, допустим, уже более серьезное отклонение, почему она туда не спускается, желчи, почему идет вот ее заброс в желудок. То есть, это, этот случай несколько иной. Поэтому здесь очень важно разобраться. От продуктов это ли, либо от пережитого ли, либо это совсем иная причина, которая лежит в каких-то уже изменениях в области 12-перстной кишки, что идет вот этот вот заброс желчи в желудок. поэтому она на голоде исчезает за 2-3 дня вообще-то все это нормализуется. Вот. Не исчезает изжога. Дальше, ладно, второй вопрос. На сегодняшний день совсем не могу пить питьевую воду, доход до тошноты, выпиваю полтора литра, понимаю, что мало что делать. А вот это интересно. Ну, будем говорить, в некоторых случаях пить-то вообще-то особо и не хочется на голоде. Бывает такое. То есть, пьешь очень мало. Я, например, был удивлен, что, когда я делал голодание, мне было легче голодать без воды. То есть, где-то 2-3 дня прекрасно так без воды обходишься как-то организм. Вот сам что-то там он делает. Все это там нормализуется. Вот в данном случае, в данном случае доходит до тошноты. А вы попробуйте, попробуйте выпить столько воды, чтобы вызвать рвоту, вот этот вот какой-то блок, который вам мешает, вызывает тошноту. То есть, тошнота тоже, вода не идет туда. Видите, как блок? Одно дело, отсюда же он собрался со суда, а другое дело, вода туда тоже не идет, не хочет идти из желудка удаляться. То есть, это наверняка какая-то пробка, скорее всего, энергетическая в районе вот этой части тела. Значит, что тут надо сделать? тут надо просто-напросто выпить побольше воды и вызвать рвоту. То есть, чтобы произошло вот это очищение, очищение вот рвотой. Есть такой вид очищения, он широко был распространен, сейчас не особо. То есть, вот так надо поступить. Вот поэтому я ответил на ваш вопрос. Первое, выяснить, чем это вызвано. Второе, можно поступить так, подышать дыханием, очищающим полевую форму жизни, либо же, значит, вот несколько раз вызвать рвоту и почувствовать, как нормально или не нормально. Потому что организм почему-то стал работать ненормально. И это все, скорее всего, на информационно-энергетическом уровне. Где-то, скорее всего, были сильные переживания, которые оставили свой след. И их надо убрать. Все.